Так, ребята, решим задачу на вычисление константы скорости реакции. Задача 325. Найти значение константы скорости реакции А плюс В равно АВ. Если при концентрациях веществ А и В равны соответственно 0,05 и 0,01 мл, скорость реакции равна 5 умноженная на 10 минус пятой степени моль, деленная на литр в минуту. Так, ну, давайте я сейчас здесь немножко подкорректирую, чтобы было понятно. Вот так вот. И здесь это литр тут имеется в виду вот так, умноженное на минуту. Так, возьмите чистый лист бумаги, ручку и запишем. Решение. Записали. Молодцы. Дальше запишем, что нам дано. Ну, я вот рекомендую все-таки записывать данные какие-то, чтобы легче было ориентироваться. Так, концентрацию мы будем выражать вот так вот. Значит, так и так. Это равно. Так. Так и так. Это равно. Так. Пока не пишите, просто смотрите. Я просто готовлюсь. Ну, зачем я вам скажу, зачем я это делаю? Ну, чтобы мне потом не переключаться. Не переключаться, как говорится. Так. Вот так вот. Так. Кто нам дано? Концентрация вещества А. Вещества А. Так. Вещества В. Ну, и здесь сколько? 0,005 моль. Моль на литр. Так. Второе. Вещество В. Концентрация 0,01 моль на литр. Моль на литр. Так. И скорость. Вот. Это В. Будем означать скорость реакции. Так. Так. Моль на литр. И скорость у нас. Значит, я так вот возьму. А вы уже зарисуете самостоятельно. Так. Так. И нам нужно определить константу. Константу реакции мы обозначим буквой К. Так. Все. Записали. Так. Я как бы сделаю абзац. Ага. Вот. Так. Все. Записали. Теперь нам нужно решить эту задачу. Что такое скорость реакции? Скорость реакции это количество проявивших веществ единицу времени. Ну, вот так вот все грубо. Да? Или наоборот скорость реакции можно определить это количеством полученных веществ в результате реакции за единицу времени. Эта величина была определена экспериментально и до сих пор определяется различных скоростей. Так. Значит, скорость реакции, скорость, она выражается кинетическим уравнением. А мы просто запишем так вот. Скорость реакции выражается уравнением. Не будем писать кинетическим, просто покороче. Уравнением. Вот таким вот. Так. В. В равно. Ну, Вертон прыгает в начале иногда. Ну и пусть прыгает. Равно. К. И вот здесь вот у нас. Вот так вот. Вещество А и В. А. И вещество В. Так. Вот где. Где. Давайте запишем. Где В. В. В это скорость реакции. Скорость. Скорость реакции. Она выражена. Ну и у нас так как константа литр на минуту, значит и мы тогда скорость реакции будем выражать вот в таких вот единицах. Моль. Литр. Так как у нас в литрах концентрация. Ну и здесь будем так вот. Умноженное на минуту. У нас же в минутах давно. Хотя вообще-то в международной системе она измеряется в секундах. Литр на секунду. Моль на литр на секунду. Ну и можно и на минуты, можно и на часы. И наша задача, она измеряется. Константа дана в таких единицах. Мы будем соразмерно будем действовать. Так. Теперь. Думаю вот это вот. Это будет у нас что? Сразу же К, да? Ага, по порядку. Это будет у нас, ребята. Это будет константа. Константа скорости реакции. Она будет выражаться, значит, моль. У нас же это дано. Литр. Литр объем, да? Тогда у нас литр, значит, будет моль. Так, моль. Моль в минуту. Моль в минуту. Вот такая у него будет соразмерность. Это в условиях нашей задачи. Так. Дальше у нас вот это вот. Так. Концентрация, да? Ну, мы покороче запишем. А и В. Это концентрации. 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 Реагирующих веществ. Реагирующих веществ. Соразмерность их будет. Моль на литр. У нас дано, да? Моль на литр. Точка. Так. Вот мы сделали соответствующие вот эти вот записи. Так. Понятно, да? Ну, а теперь давайте, используя вот это вот уравнение. Вот. Давайте я его выделю. Вот. Нам очень легко определить константу. Нам все известны. Это величина. А и В концентрации известны. Ну, давайте. Тогда. Ну. Значит, рассчитаем скорость реакции. Ой, константу. Так. Расчитаем. Константу. Константу. Реакции. Реакции. Ну, давайте так. Такой стиль получим. Получим. Ну, и все. И тогда мы что получим? К. У нас будет, значит, К. К равно. К у нас маленькая должна быть. Ну, верт прыгает. Так. К равно. Вот это. Значит, скорость тогда. Скорость. Деленная на. На концентрации. На концентрации. Ну, давайте я это запишу туда. А. Д. Ну, это значит умножить. Тут умножить не будем ставить. И тогда давайте подставляем и просто находим. У нас скорость известна, да? Давайте вот так прямо в единицах ягодов. Вот такая вот канитель получится. Так. И. Концентрация, да? Концентрация. Так. 0,5 моль. 0,5 моль. Так. Я вот сюда вот принесу. Умножить. Умножить на 0,1 моль. 0,1 моль. Так. Вот так вот. И равняется. Так. Когда мы произведем вот эти вот. Ну, вот надо вот это тоже взять в скобки тогда. Вот в этих. Чтобы было понятно. Что вот это вот. Вот так вот. Вот. Смотрите. Когда мы произведем расчеты. Вот. То у нас получится 0,1. 0,1. И вот тут какая-то единица. Это моль литр на минуту. 0,1 моль. Литр на минуту. Ну, я вот это вот. Давайте вот. Запишем. Моль. 0. Так. Литр. Умноженное на минуту. Минуту. Вот. Все. Ответ. Вот это и будет ответ. Вы можете записать. Ответ. Значит. В. 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 Равно. 0,1. 0,1. Моль. Литр на минуту. Это в минуту. Ну, а если скорость измерить в секунду, это будет 60 раз меньше. Так. Вот. Такое вот решение задачи. Понятно? Вот это моль, значит, сократится, да, с этой моли. Литр у нас будет в квадрате, а здесь будет литр. Литр, поэтому литр. Так как это разделить, то литр останется и минута. Вот это у нас останется. Вот. Литр. То есть, один тут литр, тут литр один сократится, вот с этим. Один останется. И тогда получится у нас такая вот. Соразмерность может быть разная. Соразмерность вообще, это очень... Я когда работал в системе мер, это такая путаница. Особенно связанная с англоязычными странами, потом с разными. Арабские, там у них вообще заблудишься. Потом у нас, если в историю войти, у нас локти какие-то, сажени, так далее, мили, версты и так далее. Ну, на этом мы не будем зацикливаться. Так, я вот решение задачи нам полностью видно и хорошо. Ясно, как определяется скорость реакции. В данном случае, вот это вот очень легкая задачка считается, потому что у нас вещества реагируют... То есть, А плюс Б, это идеальный случай, когда одна молекула сталкивается с другой молекулой. Понимаете? И образуется молекула АБ. А ведь реальности существует, когда сталкивается... Реакция пишется, вот, допустим, так, я вас отвлеку, нет. Вот такая вот реакция будет, например. Например, допустим, А, вот 2, 2А, значит, и плюс, плюс Б. Ну, это я схематично беру. И равняется, у нас, значит, это А, 2, Б. Ну, ой, Б. Фу, ты боже, Б. Ну, здесь, ребята, смотрите, здесь 2, здесь коэффициент есть. Здесь 2А, молекула здесь одна, но она состоит из двух атомов. Тут уже сложнее рассчитывать, правильно? Это тема, как бы, других уроков. Итак, задача решена. Понравилось? Ставьте лайк. В следующих уроках я могу объяснить решение уже задач на определение скорости реакции в более сложных вариантах. Всего хорошего!